Постоянно в движении. И устаешь за смену не без того, и в дороге всякое бывает. Все это так. А по мне, другой работы и не нужно. Утро Москвы, говорим мы, шоферы, начинается с нас. Город только пробуждается, мы уже за рулем. Какой все-таки гигантский наш город. Все куда-то торопятся, едут. Потоки людей, потоки машин. Я свой город люблю, знаю его вдоль и поперек, до последнего перекрестка. В восьмимиллионной Москве у каждого из нас своя дорога на работу, своя обязанность. Бег насущный. Город будет сегодня накорблен. Кто же позаботился о москвичах? Кто своевременно завез продукты в тысячи магазинов столиц? Кто обеспечил строительные площадки Москвы всем необходимым? Заводы, фабрики. Кто разгружает ежедневно 150 железнодорожных составов, прибывающих в наш город, доставляет эти грузы к месту назначения? Все это делает 100-тысячный коллектив объединения глав МОЗ Автотранс. Это мы. Казалось бы, получил путевку и в путь. Если бы так просто. Внимание, водитель автомашины номер 51... Знали бы вы, какая колоссальная проделана работа. Как продумана до тонкости вся организация, чтобы наш город не ведал перебоев снабжения и не испытывал недостатка ни в чем. Автоматизированные системы контроля выпустили машины на линию. Наиболее рациональные маршруты рассчитал вычислительный центр. А в пути нас ждут более сотни диспетчерско-контрольных пунктов. Они тоже следят за тем, чтобы не было порожных рейсов, чтобы государственные средства, время и силы водителя не растрачивались впустую. Механизм централизованных перевозок не смог бы действовать, если бы не достижение научно-технической революции. В кабине-то я один, это правда. Но на трассах Москвы нас десятки тысяч, и где-то действует центральный пульт, всезнающий и всевидящий. Мы в поле его зрения. Она вспомнит. Это придает уверенность. Мы все вместе и есть главмост «Артотранс». Мы как бы нервы богатырского города. «Мосттрансагентство» — это тоже мы. 100 филиалов, 48 видов услуг. К нам идут купить билет на поезд и на самолет, забронировать номер в гостинице. Если необходимо перевезти вещи на новую квартиру, мы продадим вам туристскую путевку, можем организовать свадебное путешествие, доставим прямо к трапу самолета. Как говорится, счастливого пути. Проблемы автосервиса. Станции техобслуживания индивидуальных легковых машин в Москве тоже в ведении нашего объединения. Их 14. Это, конечно, мало. Но уже действует современный технический центр на Варшавском шоссе. Новейшее оборудование, лучшие мастера. За день тут обслуживаются около тысячи «Жигулей». И такой комплекс будет в столице не единственным. Это наш учебный комбинат. За последние три года здесь на различных курсах водительские права получили 27 тысяч молодых людей. А сколько повысило свою квалификацию? Не заботясь о кадрах, о пополнении, разве справятся с тем объемом работ, что запланировано на завтра? Завтра. Одних ждет трасса, другие придут на авторемонтные заводы. Ведь парк громадный. 36 тысяч машин. И все должны быть на ходу. У нас созданы условия для работы и для отдыха. Есть свои турбазы и пансионаты, дома отдыха и в Подмосковье, и на Черноморском побережье. Вот потому, придя к нам в объединение, рабочие, как правило, не ищут чего-то лучшего. Когда человек чувствует на себя заботу, у него и на душе светло, и трудится он отлично. У нас замечательный коллектив. Бригаду водителей Панелевозов возглавляет коммунист Евгений Федюнин. Передовая бригада. Ну, медный бригадного подряда дает нам увеличение производительности труда, увеличение технико-экономических показателей, ну и зарплата. Вследствие с этим хорошая и стабильная такая. Ну, по принципу работаем мы один за всех и все за одного. Вот и все. Передовые методы труда. Их нужно распространять. Организация транспортного процесса. Ее надо совершенствовать. Современная техника. Ее надо использовать эффективно, с полной отдачей. Мы должны быть на высоте задач, которые ставит перед нами время, ставит коммунистическая партия. Широко применяются самые прогрессивные методы управления. В автохозяйство пришла вычислительная техника, сложнейшая система электронной памяти. Вычислительный центр Главмос Автотранса сегодня планирует перевозку грузов общим объемом 35 миллионов тонн в год. Мы понимаем свою задачу так. Наиболее полно удовлетворить растущие потребности города коммунистического будущего. Ведь Москва бурно строится. Она дает все больше продукции, хорошей разной. И все, что производит мой город, для страны или на экспорт, попадает к нам. И путь наш лежит на аэродромах, к причалам речных портов, на товарные станции железных дорог. Вот и вечер наступил. Одни из нас заканчивают работу. Будем отдыхать. А нам на смену заступают другие водители. Ведь автотранспорт Москвы остается на вахте. Она круглосуточная. Наутро проснетесь вы. Проснется колоссальный наш город. И все будет готово. Готово для того, чтобы Москва спокойно и уверенно начала свой новый день. Вот потому мы и любим свою работу. Мы нужны.